Всем привет, ребята, с вами Эдрей Чент, и многие написали в комментариях, просто заспамили Чент, вышло новое шоу, рабы любви от создателей пацанок, давай, пожалуйста, сними реакцию. Ну давайте, вкратце я прочитал про что шоу, девчонки, которые работают, скажем так мягко, в эскорт-услугах, также хотят изменить свою жизнь. А вот что из этого получится, посмотрим из этого шоу, если вам проект зайдет, дайте мне об этом знать в комментариях, лайком под видео, и давайте, в общем-то, меньше это все дело затягивать, а если нравится то, что я делаю, можете еще стать спонсором моего канала по ссылочке в описании, либо по QR-коду, который будет у вас на экране. Окей, меньше слов ближе к делу, пилотный выпуск, рабы любви, мы начинаем. От создателей пацанок. Они дарят другим любовь. Но сами стали ее рабами. Я продаю себе какую-то дорогую вещь. Ой-ой-ой, какой пикантный заставка. Своё тело тысячу мощи. Это комната, где можно все. Они торгуют собой. И будем стараться стать кем? Потому что не верят, что можно. Ну, у нас есть проект, где от пацанки там пытаются стать понянками, да, там, леди и так далее. А здесь? То есть мы будем движется к, не знаю, там, к алтарю и на путь монашки, я не знаю. Или тоже типа а-ля леди. Жить иначе. Короче, это что-то тут похоже на пацанок, да? Я тоже могла быть чистой, хорошей девочкой, если вы со мной так не поступали. Их единственный шанс – навсегда порвать с прошлым. Ага. Все еще можно изменить, сделай шаг прямо сейчас. Короче, это что-то похоже на пацанки. Ну, как я вижу. Чтобы снова научиться любить. Я не хочу быть той, кто я сейчас. Я не люблю себя. Хочу, чтобы знали, что я не выбирал это. Я просто ошибаюсь. Ага. Вместе с каналом «Пятница» они пройдут долгий путь исцеления. А много участниц? Ты меня слышишь? Нет! Я не верю! Ну, как я понимаю, здесь вообще принцип построил не на том, что они хулиганки, как минимум, правильно? То есть, в основном, если девушка с эскорту слуха, это должна быть такая прям нежная, такая тигрица. Прям знать, как вытащить из мужика бабло. То есть, уже, как бы, наверное, принцип чуть-чуть в другом. Пострение шоу, в отличие от пацанок. Если там прямо, э-э-э-эй, всем морду набить, набухаться. Хотя, посмотрим. И начнут новую. Достойную. Реально, монашки? Блядь. Мне показалось? Одну секундочку, да. Можно чуть-чуть перемотать назад, пожалуйста. Один моментик, один разочек. Так, вот мы стоим, типа, аля, сжигают, мотают. Вроде похоже на монашки. Как бы на монашек было... Достойная жизнь. Вот так вот, да? Блядь, да? От эскортницы до монашки, я понял. Я как бы так в мыслях сказал, типа, ну кем она еще может стать, да? А в конце финалистка станет, а-ля, победительница управляющей женского монастыря, да, я так понимаю? Жизнь моя перевернется. Ого. О, ну ладно. То есть за монашку была шутка, а оказалась правда. Хорошо. Ага, это у них такой, в общем-то, значок, да, лотос? Ну, понеслась. Инквизиция. Раньше сжигали ветвь на корстре, да? А сегодня будут эскортниц. Мы на стадионе каком-то, мне кажется. Он меня резко поворачивает, руки мои берет и завязывает. Я что, ведьма? Как страшно. Господи, что будет? Короче, у нас такое знакомство, да? У меня первые мысли были, что мне какое-то секс-рабство забрали, потому что, ну, как-то странно это все происходило. А, сверху не фамилия, жестокость. Я думала, все-таки, как бы, меня сожгут, но мне терять нечего. Что-то извращение, жестокость, короче, всякие... Девочки нашли, что делать? Да не сжигают еще, подожди. Ох, она одета. Как ты сюда попалась? В стриптизе работаю, что? В стриптизе, что ли? В кожанке и в бодике, нормально. А что, это история или что это? Меня зовут Александра, мне 26 лет. И мой грех в том, что я каждый день изменяю своему мужу. А-а-а! Людей в телефонах я подписана, как содержанка, проститутка, стриптизерша. Моего мужа зовут Влад. Я называю его Булочкой. Я познакомилась с Владом в автосервисе. Изначально не знала, что есть стриптизерша. Не хотела его обманывать. Я ему сразу призналась. И как Владик отреагировал? Ну, а он почему-то не бросил меня. Он меня понял. И я очень переживаю за чувство Влада. Жена пошла работать. Но с другой стороны, если бы, мне кажется, Влад хотел, чтобы я действительно, да, не ходила налево, то бы он все сделал. Что? Чтобы я здесь сидела, и у меня все было. Он подходит бы свою мастерскую. Он не хочет зарабатывать деньги. Ему это не надо. Ему просто так удобно. Любит ли у меня вообще? Я не знаю. Ага. Я не знаю, что такое любовь. Мне так от мамы всегда не хватало понимания и поддержки. Я всегда ей мешала. Моя мама сама еще ребенком была, когда родила меня. Ей было 15 лет. Со мной она просто не знала, что делать. Она не знала, куда меня деть. Она не хотела. Она мне прямым текстом говорила, что ты мешаешь. Я тебя выгнала, когда ты уже 10 раз перелезала. Все какая-то более профессиональная. Я же не виновата. Я резала себя, чтобы им не мешать. Немного как киношный кадр. Я такая обуза была. 15 лет мне просто пришлось уйти из дома. Я ушла на улицу. Всем было пофиг, если у меня денег нет, у меня денег нет. Я спала на лавочках, у меня нечего даже жрать было. Я даже воровала в магазине. Подруга предложила пойти встретиться. Мне нечего было терять. Я решила просто один раз попробовать. Не, ну формат шоу, конечно, интересный. Мне изначально понравилось в стриптизе, пока я не увидела другую сторону. Это комната, где девочек привык на приват. Здесь можно все, в принципе. За этим никто не следит. И так в 15 лет началась моя проститутская жизнь. В 15 лет? Чувствовала себя товаром, который постоянно продают, 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 пока они не затрепаются. У меня было, наверное, пару тысяч клиентов. Нормально. Так же. Пару тысяч клиентов. Очень хочу ребенка. И я не хочу, чтобы он... А как будет? Будет еще ребенок меня дома ждать? С трассы. Я так не хочу, не хочу, чтобы мой ребенок это вообще знал когда-то. Я не хочу быть такой. Да. Что-то как-то и жалко ее. Я порядочная хочу быть для начала. Я хочу быть мудрой женой. Верной и самой хорошей матерью. Аля, помогите мне от эскортницы перейти в монашки. Потом приходили еще, еще и еще. Ну, здесь участниц будет много, я так смотрю. И от этого как-то полегче стало. 22 года. Раз, два. Последняя девочка? Человек 10, наверное. Мне не было уже страшно, потому что когда я ощущала, что есть какие-то люди, что я понимала, что это как бы, ну, какой-то кринж, я не знаю, происходит. Тут мы взяли повязки. Некоторые. Познакомимся от него. Какой ребенок. Я здесь прям стою, короче, прям, ну, в тему. Но я же девчонка, черт. Это же что у нас пошло за аля пати-аниме. Типа такие ушки, прям у меня еще зубки, ага, такие. А я как прям вот пошла освобождать дьявола. А теперь история про нее? Псих больная. Я бракованный ребенок, и меня трижды возвращали в детдом. Просто как вещь, которая не подошла. Трижды возвращали в детдом? Это что ж там ты такого вытворяла, что от тебя снова родители отказывались? Меня зовут Настя. Ну, приемная. В том, что я показываю свое тело тысячей мощи. Я так понимаю, такой же грех и у всех тут на этом проекте. Я работаю на вебке. А, вебкам-модель. Киберпроститутка. Не было детства счастливым. Мама спалила. Ты тебя спить стал. Бил меня, бабушка, бил. Да просто плаками, ногами за волосы таскал в основном. Я попала в детский дом. Ну, съемка крутая, мне нравится, очень красиво снята. Там было лучше. Как-то очень художественно. Это одно из лучших мест, в которых я побывала в своей жизни. Реально художественная съемка такая, киношная. Ну, это так достаточно быстро и все закончилось. Нас должны были перевезти в другой детский дом, потому что этот закрывали. Нас отправили в лагерь. И вот в лагере ко мне московская семья уже приехала. Они дарили мне подарков. Видимо, я им там понравилась. Они меня забрали в конечном итоге. И у них была дочка, она была младше, у меня года на два, на три. Полина ее звали. Отношения ко мне и к их родной дочке было совершенно разные. Они мне постоянно вмещали злому, избивали и прочее. Я чувствую себя просто игрушки, которые просто взяли для Полины. А она стала сестричку, ей взяли сестричку. Но никто вообще внутренне не учел, что я тоже живая, типа. И у меня тоже есть какие-то чувства. Что закончилось очень плачевно. Меня вернул в детский дом. Они мне позвонили, дали трубку Полине. И она мне сказала, что ей купили рыбку. Ну, типа меня просто взяли и замолили на рыбку. Год где-то, может, меньше даже. Я пробыла в детском доме. Потом ко мне приехала женщина ознакомиться. Она меня забрала. Очень долгое время было все отлично. Я сама себе просто все взяла. Лет в 14. Начала вот выпивать. Забила на учебу. И вот мы постоянно ссорились с ней на этой почве. И ссорились. И ссорились. Смена тебя сдала обратно, да? Третья по счету детский дом. Было очень плохо, когда меня второй раз вернули. И у меня было желание просто исчезнуть из этого мира. После первой недели меня отправили в психиатрическую больницу. Припугнули, чтобы у меня там не появлялась мысль куда-то сбежать. Вкололи что-то. И я помню, как я по стенке тогда сползла от этого кола и упала в обморок. Из-за препаратов боялась, да, что я просто потеряю рассудок. Станово, в общем. Я была близка к этому состоянию, на самом деле. Потому что я просто еле двигалась, еле ела. Еле лужку держала. И хотя мне сестры прекрасно понимали, что у меня не войнает. Зато потом я была память. Включи, сначала нас помещают в истории, девчонок. Вторая история готова, да? Мне исполнилось 18 лет. Появилась квартира. У меня начали заканчиваться деньги, которые мне государство выдало. Мне надо было искать работу. А вот, говорит, появилась квартира. Это я так правильно понимаю? То есть, аля, если ты ребенок с детдома, то там 18 лет стукнуло, у тебя появляется квартира. Вот мне вот Снежка тоже говорила, что такое вот правило существует. Не знал, насколько оно, на самом деле, выполнялось государством. Но вот как-то появилась квартира, то, наверное, государство, да, выдало или как? Или в аренду? Ну, образования не было. Ничего не было. Подумала как раз о вебке. Настроила, начала отрабатывать ее с дома. А вот почему она анимешница, типа... Я вот практически не выхожу лишний раз на улицу. Стараюсь свести к минимуму, короче, реальную жизнь. Это просто защита реакции. Меня отвернулось общество, и я от него отвернулась. Я просто разбита полностью. Я тоже могла быть просто дальше, чистой, хорошей девочкой, если вы со мной так не поступали. Ну, не знаю, смогу ли я как бы кому-то открыться. Вообще, я просто хочу любовь, которую не нужно заслуживать. Которая просто есть. Детей, чтобы я могла им дать то, чего не было у меня. Проект мне чужие люди. Ну, возможно, это какой-то мой шанс, потому что у меня больше просто... У меня больше нет к кому обратиться с ситуацией. Ну, прям так промо-ролики, вижу, сняли. Пустыня, снег. Так, с двумя познакомились. Вообще, бодики и в курточке. Что-то огнемет? Да. Раз, два, да. Еще их 10, это там их. А, реально, сейчас, вот сейчас, типа, начнется, начнется что-то такое стремное. Вот сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, 10 участниц. А это директор? Да, судя по всему. Девушки. Здравствуйте. 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 Слава богу, кто-то сниз зашел. Такая приятная женщина, она была чем-то на ангела, даже похожа. Если бы мы жили в 15-м веке... Наставница. Директор движения помощи секс-работникам. Серебряная роза. А, это... Так это знак что? Роза или это лилия? Ну, больше на лилию похоже, чем на розу. А это она просто работает какой-то в серебряной розе. Вас бы казнили здесь и сейчас. Ага. Ну, мы с вами, к счастью, в 21-м веке. И человеческая жизнь – это важная составляющая этого мира. Я чувствую то, что ее голос меня успокаивает. Такой тембр женственный такой. Пожалуйста, развяжите девушкам руки. О, наконец-то! Спасибо вам большое! Ну, так бы не расвязали. Мне стало много легче. Я просто почувствовала, что я свободна. Меня зовут Ирина Маслова. Я готова буду попробовать стать для вас самым близким, самым надежным, самым верным другом, сестрой, наставником. Я хочу, чтобы рядом, здесь, вы почувствовали любовь к себе, принятие себя, принятие этой жизни и могли смело двигаться к вашей цели, к своему будущему. У каждой из вас будет возможность возродиться из пепла. Вот каждое, каждое ее слово, оно, знаешь, с такой теплотой, с такой душевностью было сказано, как типа «б***ь, люблю, люблю, люблю», вот типа вот так вот. Я попрошу вас начать изменения прямо сейчас. Впереди у вас стоит ларец. Одно из первых ваших испытаний. Вам надо подойти к ларцу и положить свои телефоны. Стандартно будем без телефона. Да, откуда вы знаете? Я 15 лет с телефоном. Я не могу жить без этого. Моя жизнь, мой мир, вот он там, вот я вот такая, типа интернет. Я так корсет в грудь передавила, смотрю. Два. Медведь в маске. Лиза, сейчас, прощайся с телефоном. Сейчас истории с выставлю для подписчиков. Прощай, пока. Я никогда в жизни с ним дольше, чем на час, но когда я иду в душ, я с ним не расставалась больше этого времени. Я искренне восхищаюсь тем, что вы смогли сделать этот шаг. Вы молодцы, девочки. Добро пожаловать в обитель. Обитель? Это место, где вас принимают, понимают, любят, помогают. Удачи вам, девочки. Спасибо. Спасибо. А что мы должны помочь им? Женщина в белом показала нам, куда нам пойти, в обитель какой-то. Ну, такой домик симпатичный. Красивый, хороший, огромный дом. Тоже, наверное, бухать будем, да? Как в пацанках. Я захожу, а там... Извините меня. Ну, к Хэллоуин готовились, наверное. Еще в паутине. Надо поупирать, да? Как будто там не жили, не знаю, сто лет. По лестнице мы поднимаемся на второй этаж. Видим комнаты. Ага, соберите себе спальные места. Доски, сломанные кровати. Я не хочу тут спать. Я никогда в жизни такого не видела. Я не знаю, я увидела просто какой-то... Пошли мы в другую комнату. Ой, вот это крик. И вторая комната. Короче, там пять человек, и тут пять человек, да? Там то же самое. Только не скажите, что клининг – это мы. Не дай бог. Девушки будут жить в просторной и комфортной обители. Но вот привести ее в порядок им придется самостоятельно. Окей, испытание. Я могу убраться. Люди мы не гордые. Все начали прибираться, но я поняла, что я не хочу. Я руками это не буду убирать. Вся такая из себя кукла Барби, такая ассоциация, в смысле, я не буду. Все, короче, буду такие даже а-ля пацанки. Я не буду. Ну, это случаем. Я пошла смотреть вообще дом. Будут еще а-ля пацанки. Я что еще покажу? Идите сюда, идите сюда, идите сюда, идите сюда. Это что? Вау. Это от папика. Коробки. И на каждой коробочке было прекрасные слова, которых мы услышали. Самый женственный главному лидеру. Самый красивый, самый женственный, самый склонный. И на меня сразу смотрела коробочка. Самый женственный. И я сразу хлопаюсь, это моя. Вот мне коробка вообще лидеры. Определенный я лидер, потому что я одиночка, я волк. Я одинокий волк, иду по жизни. Я хочу секс. По-братски, девочки, мне кажется, весь коллектив согласится самому наследить за Вете посвящать. Лишний раз, ну, подковырнуть, что-то явно не дальновидные, не самое. Вскрываем подарки. И что там? Я открываю свою коробочку очень аккуратненько. А там... А там? Ведро. Стряпка. Хороший подарок. Я не буду мыть туалет, сразу говорю. Боже, а вообще что-нибудь хорошее сегодня будет? Я даже сама себе не покупаю такое. А кто у тебя убирает? Никто никогда не дарил. Я была тронута. Спасибо. О, ёршик. Гвартизи! Гвартизи! Ну, немножко шампанское для себя. Только для себя. О себе нужно думать. Лиза сидела в углу вот такими щеками надутыми. Ну, я не могу так жить. Ой, ты будешь сидеть ныть и ничего не делала. Я тебя не прошу за меня ничего делать. Поэтому у тебя есть жизнь такая. А у тебя? У меня по весь жизни нормально. Ну, поэтому ты и здесь. Боже, мне с этими людьми жить столько времени. Я прям такая дурная кинни, плиз. Что я должна убрать? В смысле, что ты должна убрать? А мы тут, по-твоему, ничего не убираем, да, так? Для понтов. Все, пошли разборки. Она с короной. Вот такой большой короны на голове. Я сначала у них... Ну, у нее, знаете, лицо даже такое. Она не улыбается за такое, типа. Вот сколько я сейчас смотрю пока проекта. Небольшую часть. У нее как-то все вот так вот. Хотела убираться, но потом меня девочки начали заставлять. Я взяла эту тряпку. Даже на ногти забила. Она даже вообще разговаривает. Вот я это... Ну, я, конечно, не хотела. И стала люстру протирать. Такая прям подача. Ну, а что? Вытерла свою кровать. Подняла эти доски своей маленькой женственной ручкой. И решила, что надо как-то... Это не доски, это ломели. Взять просечку из чемоданчиков. Просекку? Маша, пошли со мной погуляем. Наконец-то, пойдем. А, двое взяли себе по бутылке? Бутылку-то возьми свою. Ты зачем будешь в мое просека, что ли, пить? Губу раскатал. Ты думаешь, с хрена Олега к тебе подошла. Я вижу тебе своя бутылка. Хочешь, давай вместе побухаем. А то ты губу раскатала на мое просекку. Ты смотри на нее. Хитренькая. У нее бутылка, у меня бутылка. Все, вот мы и сружились, да? На этом мы сошлись. Посмотри, что тут есть. Я просто хотела где-то побыть в красивом месте и выпить вот эту просека, чтобы мне вот эстетическое удовольствие получить. Слушай, скупаться будем? А, понеслась ее история, да? Так вот, чтобы 10 историй. Моя жизнь похожа на американский фильм. О таком мечтают многие. Но я за это слишком дорого плачула. А ну давай, о чем мы мечтаем? Покажи. Меня зовут Владлена, и мой грех в том, что я продаю себя старым мужикам. Ну, не сказал бы, конечно, что я об этом мечтаю. Продать себя старому мужику. Ну, и, наверное, девчонки тоже, они прям все мечтают быть с дедом. Ну, то ладно. Хотя, возможно, втайне кто-то мечтает. Моя мама и папа – это прям дети. Меня сделали в 15. Папа мой не справился с управлением. Ну, не удивлен, что в 15 не справился. Он со мной играл в прятки один раз. Это единственное, что я помню, все, что я с ним делаю. Он спрятался и больше я его не видела, да? И он реально меня оставил в комнате и ушел. Нормально, батя в прятки сыграл. А ребенок там часами сидел, да? Я его искала по комнате, ходила по дому, его нигде не было. Он, оказывается, просто ушел. Я это осознала только, когда подросла, что это были не прятки. А, он реально свалил и вообще не вернулся. А, ну, это, знаете, история, когда я за хлебушком схожу. Там это... Серьезно. Это ужасно. И когда он умер... Что я ему сказала? Я тебя нашла. И мы же в прятки играли. Что-то какой-то хор начинается. Мне было 20 лет. Я встретила очень благородного мужчину. Ага. Ой, а вайбах. Он мне сказал, я буду твоим папой. Я не понимала, что это значит. Вот так вот появляются папики. Мы занимались сексом в таком ключе, что этот мужчина представлял, как будто я его дочь. Конечно, это в богатых свои причуды, конечно. Да. Это было у него дома в детской комнате. Боже мой. Я думала, что это он так проявляет ко мне свою любовь. Хрена себе фетиш у чувака был. Так происходило два года. Я выбрала такой способ, как эскорт. Да, в основном у меня очень взрослый мужчина. Очень. Ну, дедушке 60 лет. Это основан иностранцы там из списка форб. Ничего себе. Поняли? Не просто какие-то такие толшаные, а список форб. Для меня это уже фетиш какой-то. Быть вроде ребенком. Дедушка, хочешь меня? Я реально думала ложиться уже в рехаб, чтобы перестать пить алкоголь. Мне страшно жить. Внутри ад. Я хочу свободы. Да, девчонок, вижу, веселые жизни были. В первую очередь я бы хотела полюбить себя. Если ты любишь себя, ты не будешь продавать свое тело. Короче, понимаю, суть проекта, аля не станет эскортницей, да? У кого там сложены моменты в жизни, туда лучше не двигаться. Хотя это самая древняя профессия. Одна из древнейших. Тогда ли ее кто-то полюбит? Вот только тогда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово! О-о-о-о! Кто пришел? Тут кое-что у нас тут происходит? А что там происходит? А я тут при чем? Ну, как бы ты живешь с нами в одной комнате, мы спим все вместе. А уборка? Ну и то. Будешь в следующий раз убирать всю комнату ты. О-о-о! Конечно, в своем репертуаре. Просто оставайтесь вот своей компашкой, реально, ну, у вас в одно место. Мы убираемся сами, мы будем в чистоте спать, ночевать вы, как хотите. Не надо было. Из-за какой-то уборки так кричать нет. Я думаю, что на Владлену все взъелись, потому что это зависть. А я когда увидела ее, она прям вот меня покорила своей красотой. Я, как и обещала, пришла, что произошло тут у вас. Поэтому ее и папики... Я увидела более-менее чистую кровать. Дедушки из порта. Мне даже стало стыдно. Я, извините, честно, Алла, простите. Я готова что-то для вас сделать. Не на маргинальных тонах. Девочки, я предлагаю так. Раз уж у нас комната, сплоченный якобы коллектив, мы четырем убирались, ты можешь сделать для нас что-нибудь другое. Мы отдохнем. С этим ты согласна? Ну да. Организованно решаем проблемы и не спорим, что я... Нет, честно, я не помню, когда было такое соглашение. Понимаю. Мы поговорили и сошлись на том, что она потом нам поможет. Тоннели в виде сердечек. И мы мирно уснули. Все? Это у нее покерфайс. О, это кто? Доброе утро, девушки. Доброе утро. Это отсюда будем выгонять? Окей, Дэннис. Я коуч, психолог и специалист по коммуникациям, выстраиванию личного бренда. И здесь на проекте я буду вашим наставником, вашей сестрой. Плюс еще одна сестра в белом, совершенно из другого мира. И ее внешность такая, прямо актриса голливудская, красивая очень. Сегодня на проекте я хочу вам помочь найти свое призвание. Я хочу вас научить быть уверенными в себе. Начиная сегодняшний день, я хотела бы сказать, что вчера мы забрали у вас телефоны. Мы в него очень много. Давайте, пожалуйста. И мы нашли там что-то очень интересное. И мы даже на самом деле не знали, как реагировать. Дикпики вы нашли чьи-то, походу. Дикпики. Я думала, что у меня могут найти какие-нибудь наркотики в чехле. У меня там не было наркотиков, но я испугалась. А на самом деле мы нашли то, что тронуло наше сердце. И я считаю, что... Фотографии какие-то, видео, что там еще можно найти. Он должен это получить обратно. Какая-то фотография? Я сразу поняла, что это сказано про меня. Ребенок, может быть, да? Фотка ребенка? Я полетела сдавать, когда телефон... И я реально у меня из головы вылетела. Это шлем-фотография. Мы считаем, что она должна быть с тобой. Фотография. А, ты так милая. Трое детей. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, что это за фотография? Кто на ней? На ней две дочери мои и племянник. А, двое детей. Я скучаю по ним. Понеслась история. Я всю жизнь была гадкой и нещей. Все, здесь дешевый скот. Я хочу уберечь своих детей от такой судьбы любой ценой. Меня зовут Соня, и мой грех в том, что для этого я стала дешевой проституткой. Аля на трассе, да? Старый дом. Ты знаешь, что я очень сильно тебя люблю. Дети – это моя жизнь. Одно единственное родное, что вообще есть на земле. У нас шестеро детей в семье. Трое усыновленных и трое родных. Мне от рода было две недели, когда меня удочерили. Мама хотела вообще взять мальчика вдвойняшим. Зачем забрали и выбрали меня, но из-за того, что выбора не было. Взяли на сдачу. Меня называли гадкой, меня называли противной. Даже был такой, меня пытались отправить в детский дом. Мне было семь лет, когда это произошло. я украла сто рублей и потратила их на вкусняшки. Мама пришла с утра, говорит, собирайся ты ездить в детский дом. Мы пришли с ней сюда на остановку. Я всю дорогу плакала. Постоянно ее дергала за ее пальто. Мамочка, прости меня, пожалуйста. Я больше так не буду. Впрочем, у всех сложная жизнь. Ну, логично. Я очень сильно боялась, что приедет автобус. А когда он не приехал, спустя два часа, она говорит, благодари Бога за то, что ты остаешься с нами. Это мама? Вы с вами любите? Люблю, конечно. Солнечное бою. А что? Типа игра на камеру? Будет, конечно. Я могу показать диктофонную записи, что вчера она говорила. Мне стоит, братья, я не выросил, урод! Стреляйте, не надо вместе с течмениками, уродами! Да, бабка. На камеру. Бросил отец детей. Люблю. Было больно, было обидно. Он ни деньги не присылал, не помогал никак. Мы жили бедно. Пришлось работать, да, проституткой. Я не знала другого решения. Самое простое, как по мне. Четвертый этаж? Ну, не то, что работа простая, ну, типа, ну, буду работать проституткой. Больше ж вариантов нету. Ну, да. Вот они, два окна. Мы здесь проработали месяц, потому что каждый месяц, как бы, приходится менять квартиры, дабы не было каких-то недопониманий со стороны соседей и со стороны полиции. Это противно. Когда приходила домой, я, прежде чем пойти к девочкам, я шла в ванную, я могла час сидеть как минимум. Мне казалось, что я ваяю этими мужиками. Я не считала, сколько мужиков было. А, возможно, и сто. А, может, и больше. Это страшно. Хочу очиститься от этого всего. Я хочу ради девочек поменяться. И хочу, чтобы девочки мною гордились. Мне вот интересно, а суть какая проекта? Аля, поможем вам не работать эскортницами или что? Типа, давайте избавимся от этого блудной работы. Мы вам дадим другую работу. Что должно в финале получиться, я пока не понимаю. Это должна быть какая-то другая профессия. Монашка. Прежде чем мы начнем наш путь перемен, мы хотим услышать ваше искреннее желание находиться здесь, в обители. Что вы думаете, что вы чувствуете и почему вы здесь? и от этого будет зависеть, останетесь ли вы здесь или кто-то сегодня уйдет. Я немножко поднапряглась, потому что, с одной стороны, я не боюсь уйти, но, с другой стороны, не хочется, конечно, самой первой вылететь. Как бы это тоже немножко, что типа ты вообще не справилась. Чем? Угу. Девушки не знают, что оценивать искренность их намерений будет не только наставница, но и фокус-группа. Это самые обычные люди, которые все это время будут наблюдать за девушками через мониторы. Именно они решат, кто был нечестен в своем желании измениться и отправиться сегодня домой. Я бы хотела пригласить Соню. Аляна Исповедь. Я пришла сюда на проектора, за себя и ради детей. Ну, в первую очередь, наверное, ради детей. Ну, как бы, чтобы они не видели то, что они там, не знаю, могли видеть, слышать. Я очень хочу измениться. А ты что, дома подрабатываешь? Вообще-то такое мужество, да, вот так вот на все, на все обозрение все рассказать. Для меня дети знают все. Я за них жизнь положу, если не надо. Все дошло до точки кипения. Просто девочки стали уже взрослыми. И как бы, если раньше я могла там сказать, то, что на работу, то сейчас как бы больше вопросов от детей задается. Почему я работаю в ночь? Почему я не могу находиться с ними так часто, как они хотят? Я считаю, что для нее самое-самое нужное. Если бы у меня были дети, я бы так жила, ну, меня бы уже вообще не стало, потому что я настолько слабый, видимо, человек. Спасибо тебе большое, Сань. А вот это реальная трагедия. Надлена. Я не привыкла так стоять и кому-то об этом рассказывать. То есть, вот, девочки, я там занимаюсь эскортом. У меня там проблемы с прошлым. Как все мы, да? Практически. Проблемы с алкоголем, с наркотиками. Для меня это повседневный образ жизни в основном. Я перестала даже думать о том, что это плохо. Я хочу, в первую очередь, для себя понять, что такое нормальность, а что такое ненормальность. Потому что мои грани этого понимания, они уже размыты. Она не дурочка далеко. Лениненькая. Она слова красивые, молодая. Слова подбирают. У нее речь такая. Что говорит, действительно. Я хочу наладить отношения со своей семьей. У меня мама. Маленькая сестра. Рассказывай, что они хотят изменить? Моя маленькая фанатка. Она просто ставит мои фотографии везде себе. Но она не знает просто ничего. Я бы очень хотела все исправить. И очень бы хотела, чтобы моя сестра посмотрела на меня совершенно другую. И действительно гордилась по-настоящему умной. Потому что, когда она вырастет, она все поймет. Владик. Все в своем. Я не верю, что Владлене не безразлично. Потому что она слишком себя любит. Ей вот просто, мне кажется, она за 5 тысяч долларов мать продаст. Не, ну слезы были искренние. А там посмотрим. Я здесь в обидели, потому что я не хочу. Я не хочу обратно. Потому что я уже я сама детством занимаюсь проституцией. И я другой жизни не видела никогда. Приехала сюда в надежде, что может что-то изменится в моей жизни. с детства. Кошмол. Убедная девочка. Побитая судьба. Я ничего другого не смогу. Я хочу знать, кто я, кроме того, что я проститута. Да, вот это реальная трагедия, я вам скажу. Да, мне ее вот прям очень жалко. А я не верю. И мне сейчас чертую. Актриса, да? Бабка, конечно, да, такая. А еще кто сказал, ты что такая злая? Тут видно, человеку реально сложно говорить. Ну, я верю, что она говорит. То есть, блин, когда актерская игра, ладно, если бы они были бы какие-то голливудские звезды, которые могли бы роль сыграть, и ты бы поверил бы во все это. Ну, они ж не голливудские звезды, они не актеры и так далее. Ну, не смогла бы она так сыграть. То есть, видно, что девчонку прям очень жестко, прям растрогало то, что она говорит. А бабка такая, нет. Что это ты злая так такое? Она, конечно, себя ненавидит тоже за эти дела. Что ей мешает повернуть? Жизнь. Ну, как она с детства? Я просто знаю, что я устала уже, и больше не могу. Я могу в один момент не выдержать. бабка злая там сидит. Не выдержать. Мне хотелось бы, чтобы в жизни меня уважали. Я хочу, чтобы вы знали, что я не выбирала это. Я просто ошибаюсь. Этого человека реально просто-напросто нужно спасать. Если не это место, мне кажется, ну, просто человек слетит с катушек и полетит. То есть, ей оно уже и не нравится, что оно прям на конкрыто, прям, настолько эмоционально. Орла бы любви. Вот это мне не нравится, честно, не знаю. Вот, знаете, вот на лицо только смотрю, и у меня уже как-то вот отторжение от человека, вот так вот скажу. Вот прям вот не вызывает ни доверия, ни симпатии, не хочется общаться, вот как-то вот неприятный человек, вот так вот назову. Я как бы не занимаюсь проституцией, там, как многие девочки рассказывали и так далее, но я общаюсь с женатыми мужчинами. Я не проститутка, я просто с женатыми. Просто общаюсь. Да, просто общаюсь. И не спим мы с ними, да? О, понеслась история. Вот уже прям к чувству, что она мне не нравится, трындец. Меня зовут Лиза, и я запретила себе любить. Мой грех в том, что я продаю себе какую дорогую вещь. Ну, так это что, эскортница? А не других обосрал, а я не такая. Вообще, занимаюсь эскортом. Я не такая. Они все проституции, а я не такая. Я не этим. Вообще, я проститутка. Сука, двуличная, неприятная личность. Но эскорт, это не проституция. Не, не, это вообще другое. Где эскорт, а где проституция? Посмотрите, вообще, это как в ночной клуб, сходите в церковь. Это прям вообще две разные вещи. Эскорт и проституция. Да, я так тоже всегда считал. Вообще, не нужно путать. Так, когда ты общаешься с мужчиной, на материальной основе. Да, вот если на материальной основе общаешься, то это не проститутки. Серьезно? А проститутки что спят? За спасибо? Тоже же за деньги. Возможно, кому-то сумочку купят, кому-то какую-то шмоточку, кого-то куда-то свозят на отдых. Не всегда нужно получить бумажечку. Можно что-то получить материальное, другое. суть-то не меняется. Хоть в биткоине тебе оплатят. Содержанка. Конечно, мужчины, которые щедры финансовые, они не красавцы. Ну, в основном, это за 40, за 45, даже старшие, пузатые, стрёмные. Ну, что поделать? Что поделать? 35? А где работаешь? Боже, она даже так разговаривает. 35? Бля, опять пенсионер. О, боже мой. Где, где работаешь? Свой автосалон, автосалон, да, у тебя? Ладно. Давай поознакомимся поближе. Мне сервис, автосервис. Клево. Давай с тобой дружить. Я никогда не против. Я пошла в восход, потому что у меня были травматичные отношения, после которых я не смогла восстановиться. Что, тебя наклепали? Плохо обозвалось о работе мужика? Ну, мне было лет 16. Его звали Артём. Он занимался боями без правил. Ну, короче, он тебя наклепал, понятно. Сначала он был очень даже лапочкой, там, целовал мне ножки, говорил, ми-ми-ми, какая ты милашка. А потом эти ножки поломал, да? Я думала, что это прям, ну, мужчина на всю мою жизнь, что мы всегда будем вместе. через год. ну, я не знаю, его как бы применили. Нет, просто ты херного в людях разбираешься. меня меньше скреплять. Были синяки, были гематомы, было сотрясение. Он говорил, ты от меня не уйдешь, что ты либо моя, либо ничья, либо я тебя убью, а потом я сам себя убью. Есть такие люди, вот реально есть такие, вот у моей, не будем называть так, хорошей знакомой, был такой хлопец, знаю, который сначала с ней встречался, а потом вообще такого вытворял, там, и других парней сбивал, и, боже, ну, там просто больной на голову помешанный был в плане отношений. Поэтому, да, есть люди, которые а-ля люблю трамвай куплю, а потом говорят, ну что, дорогая, либо со мной, либо ни с кем. Есть. Но это проблемы с психикой, серьезные. В этом доме мы жили, ужасные воспоминания связаны с этим домом. Он мог меня бить и насиловать. Весь пол был в крови, и я его боялась. Я пыталась куда-то уйти, он все равно меня находил. Он меня караулил, караулил с ножом, он мне прям подставлял нож, горло говорил, я тебя сейчас зарежу. Не, ну это жестко. Я себя чувствовала в ловушке, в которую я почему-то попала, хотя я ничего плохого не сделала. У меня был знакомый, с которым я общалась, и я попросила его меня защитить, и они с ним подрались. Соседи вызвали полицию. Кто кого зарезал? Это была наша последняя встреча. Никто никого? После всего этого я еще ну вот лечилась, потому что у меня начались панические атаки. После этого тирана я реально запретила себя любить, потому что я знаю, что второй раз я уже не смогу это пережить. Я поняла то, что влюбляться и иметь отношения вообще какие-то за просто так, в этом даже смысла никакого нет, потому что это... Конечно, молодец, ты поняла, что вообще-то, блин, это просто так любить. Схер на, плати бабло! Если может точно так же плохо и закончиться. Ну да, поэтому нужно мужиков использовать. Я уже привыкла на самом деле к такой жизни. Да, а потом удивляется, что у меня жопные отношения. Я начала пить очень много. Сейчас я пью почти каждый день. Понятно. Меня не устраивает, что я там на вторых ролях, что я никому не нужна, и поэтому я просто пью, чтобы этого не чувствовать. Но я бы хотела это исправить. Не знаю, как. Мне вот это нужно, я хочу, чтобы меня любили. Так ты ж с мужиками спишь только за деньги. Ты ж находишь сама таких. Вот как ты хочешь? Я хочу, чтобы меня любили. Так вот тебя любят. Где-то за сумочку, где-то за 100 баксов. Ну, не, наверное, 100 баксов мало, да? Там подороже и так далее. Ну, вот. Ты ж этого хотела. Вот это и получаешь. Почему сопли? В чём проблема? Ты смотри. Вот нравятся мне такие. мужчин. Чтобы я научилась снова доверять. Но, честно, вот на данный момент, я не знаю, в какую цифру 8 мужик должен завернуться, чтобы я ему поверила. то есть ты меняйся, а я и та королева. Удачи. Всё равно она мне не нравится. Надо, чтобы к чему-то кто-то не нравился на проекте. Вот один человек уже есть. Я до сих пор не могу всё это забыть, как это было между нами, как мне было плохо, как я потом лечилась от панических атак и так далее. Ну, я не готова как бы второй раз это переживать. Ну, травма, травма. У неё травма, и это понятно. Да, очень глубоко. У нас у всех травмы. Глотые слова. Мне так нравится, как это пенсионеры сидят. Да-да-да. Ну, про-проститутка и наркоманка. Да-да-да. Света, а ты не видела это с пятого этажа? в бабушке. Лиса, почему ты здесь? Хочу поменять то, как я мыслю. Хочу поменять то, что я такая одинокая. Всё хочу поменять. Я думаю, что Лизе вообще типа по кайфу вот так вот жить. Я думаю, её только не устраивает то, что она при этом ещё хочет найти какие-то серьёзные отношения. То есть я никогда, когда я ходила с мужиками за деньги, я никогда, ну, я знала, что это ни к чему серьёзному не приведёт. Вот, вот, правильно мыслила. Тяжело делиться. Я боюсь, когда люди чувствуют, что я слаба. Боюсь, что люди это могут понять. У меня очень тяжёлое было детство. Я сначала воспитывалась бабушкой, потом я жила в детском доме. Вот. И у меня никогда не было ни денег, ничего. Связано. Я начала разводить мужиков и заниматься консумацией. Чем? Консумацией? Это чё? Ну, консумацией это вообще невинное занятие, так, в общем-то. А что это? Это чё это такое? Ты подсаживаешься за столиком в кафе и делаешь так, чтобы мужчина больше заказывал. Что он тебя угостил? А-а-а. Бляха. Так это ж есть типа, это ж а-ля вид развода, когда, помню, по телеку показывали, даже и в Киеве у нас было такое, да и, блин, во многих местах, я думаю, это в любой точке мира такая штука работает. Когда знакомятся через сайт знакомств, договариваются о встрече, типа гуляют-гуляют, она такая, ой, а может зайдём в эту кафешечку, что? А там какой-то такой липовый ресторан, там что-то покушаем, они садятся, она заказывает, а там счёт, мягко говоря, там салатик за тысячу гриво сеет, там то за 100 баксов, бокальчик шампанского, там за 500 баксов, образно, и потом мужику выносят счёт, а он такой говорит, херась, говорит, да, у нас же элитно, это ж было, блин, шадо маё, это ж, блин, Дон Периньон, мать его, поэтому такие цены. И вот дальше начинают вот так вот на бабки мужика разводить. Да? Ко мне речь не идёт о сексе. А мужик знает! Что, попадал на подобную хрень уже, да? Я начала работать менеджером, ну, собирать девочек, которые будут работать. Да, это тоже я рассказал, это оно. И самое ужасное, наверное, что я себя очень виню, то, что я 16-летний девочек брала работать. 16-летний, там, 17-летний, и я им показывала, что это нормально, что это нормально... разводить мужиков. Нормально сидеть с мужчинами, нормально, ты что вообще? Я понимаю, что они после этого могут пойти выше. Я им преподаю отвратительный пример. Мне реально страшно, когда понимаю, что некоторые после меня пошли в проституцию. У меня замылился взгляд на это. То есть для меня абсолютно нормально это. У меня сознание пришло здесь. И я реально проживала в своей призме. Татуировки у нее ангелы с автоматами. Не важно, как они, главное, как я. Не хочу больше заниматься вне консуммации, ничего. то есть вообще не хочу ничего оснать. Я думаю, что Мишель не договаривает еще много чего о своей деятельности. она очень переживает и боится. То есть видно по ней. Ну, может быть, дальше расскажут. Я на ветке работаю. Вот. Мне нравится моя работа. Типа, моя душина. Это, пожалуй... Ну, так ей нравится ее работа. Накрена, вы в проект ее позвали? Говорит, мне вообще шикарно. Я, ну, так чисто хайпануть пришла. Она не говорит, вы знаете, ребят, я хочу работать монашкой, я не знаю, там, в продуктовом. Говорит, мне нравится моя работа. Человек вон, блогер. По-своему, конечно. Но тоже иметь собственных подписчиков. Единственное занятие в жизни, которое сейчас мне на данный момент обеспечивает общение. Почему ты здесь сегодня? Почему ты здесь? Если все нравится. Я не думаю, что обитель поможет мне решить мои проблемы, потому что они в целом связаны как бы с прошлым. Ну, с прошлым едет с Варик только смириться. Я не думаю, что какие-то проблемы есть, ей все нравится. Проблемы? Что я же говорю? Странно вообще, чего ее позвали, если ей все нравится. Она просто не признает ее. До конца. До конца. Мне кажется, она сейчас хочет сказать, что я могу говорить обо всем, но не о себе. Мне плевать уже на какие-то свои там, на свою грусть, на проще. Мне плевать. Это действительно выглядит все нелепо и действительно показывать эмоции это глупо. Морской конек на лице напишет. Показывать эмоции это здорово. Я устала показывать эмоции. Потому что когда я показывала эмоции, у меня все отворачивались. Типа, зачем людей грузить в тишине раз? Я не понимаю. Я думаю, с ней, наверное, очень плохо обращались раньше, что она привыкла быть постоянно в интернете. Я хочу, чтобы мне перестало казаться крыжом показывать свои настоящие эмоции. Я хочу, чтобы это перестало для меня выглядеть как что-то уязательно. Я хочу, чтобы мне перестало казаться, что люди думают, что я ***. Я хочу вернуть себе место в общество. Я хочу себе вернуть возможность в какой-то социальной жизни. Вот она несчастный такой ребенок. Она никогда никому не нужна была, я думаю. Потому что она настолько какая-то считает себя какой-то ущербной и никчемной даже. поддерживает ее, правильно делают. А они вообще друг только поддерживают. Да, это здорово. Настя вообще, мне кажется, она просто маленькая человечище внутри нее живет. Если ее открыть, то это будет очень мощно. и меня довольно-таки тоже непростое детство, то есть я росла без отца. И также я подверглась я жертва харассмента. Кому? Что-то тяготит меня до сих пор. Я даже с семьей об этом не могу разговаривать. В юном возрасте 18 лет просто, ну, сломали психику. Прости себя за это. Это не ты. Это с тобой. Также груз это я занимаюсь разводом мужчин, да, там, на отдых для себя, на деньги. И таким разводом я гублю мужчин. Ничего себе. Ты унимишь такая. Я лишний раз предвозношу себя на их фоне. Я наполняюсь энергией, чтобы, ну, это защитная реакция. Хочу перестать чувствовать себя какой-то там использованной, избавиться от груза прошлого, и чтобы, ну, стать любящей и хорошей дочерью, еще и для мамы. Не, ну, то, что мужики теперь категорически не нравятся, это ясно. Ну, что, она только их использует. А что такое этот харассмент, они сказали? Типа, кто-то из родных домогался или что? Тут была фраза сказана какая-то такая, ступудов кто-то пишет в комментариях. Напишите, ребят. Это девочка сильно. Да, эта девочка не пропадет. Какая тебе нужна помощь? Я здесь, потому что, ну, на самом деле у меня очень, на самом деле много болячих, именно душевных. Мне не хотелось говорить о чем-то там для меня очень интимном, очень сокровенном, потому что я не могу верить этим людям. Поймут ли они меня или не поймут. Я унижаю людей морально. Я этого делать, конечно, не хочу, но они готовы за это платить. Я хочу, чтобы ты меня унижала. Оскорбляй меня, говори, что я говно. Я заплачу. Ну, есть такую. Да. Ой, вы все знаете. Смотри, то есть она... Мужик, я смотрю, такой, да, блин, тоже, наверное, Я живу сколько, милая моя. Тебе нравится унижать людей? Так в том-то и дело, что да. Она стала жертвой и сама извращенских каких-то наклонностей. Именно поэтому она ищет помощи. Из-за этих унижений от меня отвернулось много людей. Просто потому, что я это делаю непроизвольно. А, ты начинаешь других унижать? Это когда работу не смогла делить отлично жизни. Такой, давай сходим погулять. Иди в жопу, я тебе сказала. Может, в кафе сам за себя заплатишь. Ты, кусок гавана. Ладно. Ой, извините, я забыла. Надо сказать, что она меньше всех вызывает сожаление. когда унижаешь человека, ты же превозносишься, да? Да? Аля, уровень госпожи. тех, кого я больше всего люблю, получается, я их хочу больше всех обидеть. Потому, что там, меня избивали, говорили, что я красивая с синяками со сломанным носом, там. Хрена себе любовь. Что-то ты сегодня достаточно красивая. О! О! Вот эти вот синячки под лазами, мне так нравятся. И, ну, типа, говорили, что я тебя люблю, и я такая думаю, господи, ну, это правда, ну, правда, да. Меня это очень пугает. Это правило бьет, значит, любит. ценю то, что она вообще, в принципе, Юля, в принципе, что она открылась. С ее темпераментом, с ее характером, она могла еще вообще сказать, не буду я ни перед и кто, ни перед кем открываться. Не, ну, история у девчонок интересная. Всем привет, меня зовут Ева, и я с Тропанесса. Кто? Что? Какие такие профессии, блядь, чем-то начинает изучать новое? Стропанесса, блядь, кто это? Стропон, Стропанесса, что со Стропоном связано? Что? Что это такое? Скажи нам, пожалуйста, почему ты здесь? А не хотите нам объяснить, кто такая Стропанесса хотя бы? Извините, я в этом, в этой тематике, ну, прям, много чего понимаю, но какие-то профессии для меня новые. Главное, моя мотивация, наверное, это избавиться от жестокости. От жестокости, от бесчувственности. Спросите у деда, дед все знает. Я могу в кровь чувака расфигачить просто потому что, ну, типа, а что, нет? Я чуваку ребра сломала, шесть ребер. Короче, а это у нас пошел проект пацанки, то есть вот теперь держите одну из тех, которые будут вклипать, да? Детка, ты космос просто. Скажи, пожалуйста, тогда жестокость это месть? Это, наверное, не месть, это, скорее всего, самоутверждение, потому что когда-то били меня и сейчас я чувствую власть. Нервный тик, я на ней вижу, то есть у нее вот происходит уже по нервному тику моргание. Под людьми? Ева эта классная, но Ева не видит вообще, у нее все, у нее уже почти девочки внутри скоро не останется. Ну, тут прям пацанка, так она даже одета так, шартаны, кроссовки, футболка. Это вот маленькая девочка, которую я давно похоронила в своей жизни. Мне бы хотелось вернуть то доверие того маленького человека. Вот тут пацанка. В противном случае это все дальше так продолжится. Которая работает с тропанессой, кто это? Мне кажется, ей сейчас вот и так хорошо, то есть это просто такой человек, она сама выстрелила в себе стержень. Я не умею говорить нет. У меня произошла, я думала еще, откуда это все пошло. Я всегда знала, что изменять это плохо, что проституция это плохо. То есть у меня вообще всегда было такое понятие. Но случилось так, что я пошла в караоке со своими друзьями. И так получилось, что меня там один повар напоил. Повар? не бармен, а повар. я не могла разговаривать. Я даже помню тот момент, когда мы стояли с ним возле стенки, он меня потом берет просто, заталкивает в эту комнату. Там начинают, я не знаю, происходить действия какие-то, а я не могла типа ничего сделать. Короче, изнасиловал какой-то там подсовки. Мне было где-то 16 лет, ну вот 16. Я на тот момент даже и не понимала то, что меня напоили. Я просто, я еще тогда не знала то, что бывают такие случаи в жизни. А ты решила в 16 лет уже бухать, правильно? Я уже тогда посчитала себе грязной, то что, типа вот, типа я, и тому подобное. Понятно, где на следующий день уже все знали и все меня называли что я, в караоке. Ну вот опять растоптали ее как личность. Да, я по-очему хотела почесть себя достойной девушкой. А не то, что я там мышонка какая-то. О, ты наша любимая. Я просто, наверное, я привыкла жить в этом всем унижении. Все люди видели то, что я добрая и я позволяла себе так и относиться и в итоге я все просто зарывала, зарывала и зарывала. Я вас все люблю. Спасибо. Она наивная, доверчивая. У нее все впереди все лучшее. Я не сомневаюсь нисколько. Спасибо вам большое за ваше признание. Говорили ли вы правду или вы обманывали? Решит детектор лжи. А-а-а. Я сразу подумала, что чухня какая-то. Я проходила детектор лжи, я знаю, как это выглядит. Тут и на уши присели. Это самые обычные люди, которые все это время смотрели. Это просто люди сейчас выскажут свое мнение. Или и слышали ваши призвания. Сколько и мнений. Они прислушивались, присматривались и вынесли вердикт. Кто, по их мнению, должен остаться в обители, а кому придется сегодня уйти? Серьезно? В первом выпуске уже будете созвонить? Куча, куча народу, которая будет реально там обсуждать, осуждать нас, что-то это. И как-то реально стало не по себе. Я начала в себе искать, типа там, мама ли, что-то не так сказала, что сказала не так. Может, что-то там не дала эмоцию, может, нужно было договорить то, что я не сказала. Ты что, актриса пыталась быть, не дала эмоцию. Здравствуйте. Здравствуйте. А что, по тройке входим? Меня зовут Валерий. Я Ольга Львовна. Меня зовут Александра. Вообще, вот то, что вы все рассказали о себе, это большой подвиг. И это уже большой шаг к тому, чтобы изменить свою жизнь. Спасибо. Спасибо. Дорогой народный суд, дорогие гости, я попрошу вас назвать имя той, которое вы считаете. была нечестна сегодня. Это будут по тройке так выходить? Мне кажется, что сегодня больше всех было менее, вернее, убедительной была Юля. Юля, которая госпожа. Спасибо, Александра. Я тоже считаю, что это Юля. Ага. Я не оригинальна. Мои сомнения вызвала Юля. Я согласна. Это было жестко, потому что я просто не ожидала. Да кто угодно, только не я. Я считаю, что один день это очень сильно мало, чтобы понять человек и ее истинное намерение. Дорогие гости, спасибо вам с вами, что вы были с нами. Чтобы а-ля нервишки пощекотать. Уходить первый, это немножко неприятненько. Но народный суд не поверил именно Юду. И я почему-то тоже. Народный суд вынес свой вердикт. Юля, сегодня вы не показали, мы не почувствовали того, что вы хотите поменяться. И что, вы реально выгоняете? На самом деле, когда вы говорили об искренности, у меня даже мускул не дрогнул, потому что я была максимально искренне сегодня. И когда девочки рассказывали свои истории, я плакала, и я вместе с ними проживала все эти моменты. Я ничего не хотела наиграть для себя, понимаете? Мне очень тяжело снимать маску. Она у меня я не знаю на что, мне кажется, выросла уже. Я ее сама себе зашила. Как вы считаете, была ли честна сегодня, Юля? Сейчас скажу, да. человеку просто тяжело открыться. Типа, если она не плачет, не значит, что она неискренна. С чего такие выводы вообще? Я не плакала до 17 лет. Раньше я говорила настолько безэмоционально обо всем. Мне не слезы. Только потом мне объяснили, что я могу плакать, и это нормально. не смотря на сухость, все равно чувствуется, как человек горит внутри. Не даже не горит, У нее просто другая работа, унижать людей. это просто выпустить. Вот она один из самых искренних 10 людей. Просто у нее как раз есть стержень, которого нет у меня просто. Не, короче, не выгонят. Я думала, они все сейчас испугаются, что если не она, то ты сейчас им скажешь. Мне было безумно приятно, что они так сделали, что они так поступили. Ну, ладно, мы никого пока не выгоняем. Ну, логично, ну, в смысле? Сегодня никто не уходит. Вы остаетесь. получается. Что, брошь? Второй шанс. Ну, вот я ж говорю, ну, поучи было бы странно. В самом начале сразу выгонять. Типа, дайте хоть какие-то задания. что и здесь подбительно. У меня внутри все горит, у меня эмоции, у меня мурашки, у меня бабочки в животе. Это нереально круто. Спасибо большое. Вы лучшие. Ну, я думаю, следующего выпуска, ну, максимум, с третьего, начнутся выгоны. я понимаю, что это надо учиться как-то формулировать, объяснять людям. Не надо научиться просить помощи, потому что люди не знают, нужна тебе помощь или нет, пока ты это не скажешь. Девушки, у вас сегодня был сложный день, насыщенный, эмоциональный. Я знаю, что вы устали. И вам нужно подкрепиться. И вас ждет ужин. Праздничный ужин. С бухлечком. Мы пошли все в комнату посидеть, поболтать и подолжение. И тут происходит неожиданная ситуация. Ева устраивает истерику. Мне нужен телефон. Зачем? Мне нужно встретиться с человеком, который оплачивает мне лечение. Ну, правила-то для всех. Я понимаю. Ну, ты на проекте. Какая может быть встреча? Какой телефон? Сейчас все захотят телефон. Это невозможно. Ага, съемочная группа. Ох, у нее нервный тик. Вы че, все дружно поели? Хорошо, что для тебя важнее? Проект или сейчас позвонит человеку? Сейчас позвонит человеку. Вы с камерами приперлись? Вы че, эмоции хотите? Сейчас покажу каких эмоций. Пошли на все отсюда. Пошли все отсюда. и ты тоже серьезно? Это жестко. А я сразу сказал, у вас тут пацанка на проекте. Вот она и начинает проявляться. это трэш, это неуважение. Девушки, откройте, пожалуйста, это Ирина Маслова. Здравствуйте все. Я могу попросить вас выйти, чтобы я поговорила с Евой. Я переживала за это Маслова. смотрю, я прям вообще аж колбасик. Ева была в агрессии, в агонии, в огне, она горела, ее глаза горели, она была в истерике, у нее правда была агония. Расскажи, пожалуйста, я так понимаю, что произошла какая-то проблема? Тебе нужен телефон для того, чтобы позвонить по поводу обследования? Нет, мне нужен телефон, чтобы встретиться с человеком, который оплатит на лечение. Кто тебе должен этот день? Человек, с которым я должна встретиться. Это твой клиент? Нет, это не мой клиент. Во-первых, у меня нет клиентов. Если тебе дадут возможность позвонить по этому номеру телефона, человек приедет сюда. Вы что, прикалываетесь, что ли? Это нужно мне в первую очередь, именно поэтому я туда еду, а не он ко мне. Сейчас нужно сказать правду. Кто этот человек? Да. Что это за встреча? Это никак не... Это никак не... Это не касается. Это важно. Для кого? Это важно для тебя самой. Агрессия никогда и ни к чему хорошему не приводила. Да ладно? Да. Она невоспитанная, дерзкая. Я уже все сказала. Ты хотела бы остаться в этом проекте? Ну, я же сюда зачем-то пришла. А для чего тебе эта обитель? Я пришла, что справится со своей травмой? Но при этом ты агрессируешь вовне, да? И ты никому не веришь. Где я агрессирую вовне? Ты видишь, ты... Ты себя видишь со стороны, да? Представляешь, какие смотрят на меня с какой ненавистью? Представляю. Взгляд маньяка. Она даже когда говорит, знаете, как робот так двигается. Мне аж страшно временами, когда на нее смотрю. Кажется, был бы нож, зарезала бы нахрен. Правда? Сделай, пожалуйста, выбор. Ты уходишь совсем и решаешь свои проблемы, либо ты остаешься, и мы пытаемся тебе помогать другим образом. Ты готова сегодня уехать? Да. Я правильно понимаю? Правильно понимаешь. Жаль. У тебя был огромный потенциал. Правда. Мне очень и очень жаль. Я как... Я поскорблю об этом как-нибудь потом. Я услышала тебя. Спасибо. Да! Я вообще не понимала, что происходит. Я... Ну, я пыталась... Я вообще не пол... Что произошло такого? Мне нужно встретиться с человеком. Зачем? Платить что-то? реально недоговаривать какие-то моменты. Тут пришла на проект. Тебя отобрали, сто пудов там хватало участниц. Ты готова покинуть этот проект. Ну, ты же рассчитывала, что ты не сможешь а-ля общаться с внешним миром. Сто пудов на проекте об этом предупреждали. Арь, короче, потом, когда я узнала, я офигела. Она сказала, что она едет заработать день, взять денег у своего ухажера. Потом она сама кому-то сказала, что это сессия, что он не просто даст ей денег, а что он ухажера. Короче. То есть, короче, хотела встретиться с клиентом, заработать бабок, да? Настало время ужина, и на него... все, у нас уже одной участницы нету, или что? приглашены специальные гости. Или просто, наверное, ее отпустят куда-то, она встретится, приедет, скажет, все, больше я не встречаюсь, или как? Но девушки пока об этом не догадываются. Ну, дерзкая она, конечно, прям дерзкая, дерзкая. О, кастрюшки, как прям в детстве. Видим большой стол, как на поменках, и стоит три кастрюли бабушкина. Угу. А что, там же Даша дают супчик, римис, компот, и что-то еще. Шикарно, первое, второе, компот. Я уважаю эту домашнюю еду. Я же дома не готовлю, я так убралась. Я на раздаче. И хлебушек стоит, да? Я ожидала, что у нас выйдет. Пир, вино, не знаю, как гор, как принято. Знаете, вот так, по щипке. А я лук не ем, а в супу есть? Лук есть. Я не буду есть. Супу не есть. Нам больше достанется, тогда нормально. А ты можешь меня тоже порезать, потому что я не умею резать хлеб. Да. Кошмар. Да без ручки. А ты что, устрицы ждала? Вообще-то да. Владлен, ты помнишь, ты вчера говорила, что нам что-то сделаешь? Я, извините, честно, простите. Вспомнили, да? Я готова что-то для вас сделать. Мы не на маргинальных тонах. Давай ты просто нам накроешь. Тут все с луком. Накрывайте себе сами, я расстроилась, мне нечего есть. Тут все с луком. Да просто, вот, относи дальше. Если я пролью, типа, разобью тарелку. Ну, то ты вообще без ручка. Я думаю, что у всех уже все есть. Но у Лены, она как обычно. У вас есть, такая тоже. Балованная. Кстати, девочки, что у нас насчет Евы? Я думаю, что она вернется. Я тоже думаю. ты тогда нам завтра сказала, что ты едешь к старику, чтобы он оплатил тебе лечение. Нет, я бы такого не сказала. Если бы я хотела уйти, наверное, я бы не пошла на этот проект вообще. Ну вот, согласен. Она обесценила нас. Она обесценила наше нахождение здесь всех. Нам тоже нужны деньги. Всем, получается. Типа, я хочу... Нахрена вам на проекте деньги? Вам там все оплачивают. Жить, ездить, жрать, есть что. Мне надо, я поехала. После проекта еще получите попол... О, боже. Бездомная. Да. Здесь проходит воскресный ужин. Это что, мои женики? Короче, теперь на академите бездомных. Садитесь, товарищи. Честно, у меня не было вообще понимания, что происходит. У меня просто был автоматизм. мы едим, нужно поделиться. Как мужчина вас зовут вообще? Меня зовут вообще Владимир. Владимир, а меня Владлену. Чем вы занимаетесь, Владимир? Где вы работаете? Бомжу. Хорошая профессия, да? Бомжуете? Ну так, как-то так. А почему тогда я с вами сижу? О боже мой. Какое свинство. Бомж рядом. Что это такое? Что за праздничный ужин? Да. Конечно, приглашенные мужчины здесь не случайно. Большинство девушек сами когда-то испытывали нужду и просили помощи. Но им часто отказывали. Проявят ли они сострадание сейчас? А почему вы стали бомжевать? Работы нет у нас дома. Сперва жена убежала, потом со временем она умерла, потом я второй раз женился, и вторая умерла, третий раз женился, и третья умерла. Что-то вообще чуваку, мягко говоря, пороблено. Нормально. Все жены. Знаете, это есть как этот черная вдова, да? А это черный вдовец. Все, на ком он женится, умирают. Вдовец, значит. Жалко небогатый, но все же вдовец. Сначала я начала на нем издеваться, смеяться, прикалываться, но потом я поняла, что нельзя себя вести. Мне стало, ну, уже тоже, я поняла, какая-то... Немного начали мозги работать, да? Лиз, садись, ты что, там есть место? Наша! Почему? Я с бомжами не сижу, А что такого? Да, я постою. Боже, ну, я думаю, я даже не буду играть в то, что мне это приятно, я бы уже где-нибудь в углу постою. Пусть они с кем-нибудь с такими же там бездомными девушками общаются. Даже в подъезде живу сейчас. А, да? Серьезно? По-моему, не скажешь, что вы бездомный? слежу. Не ухоженный, да. Я еще другой скажу, Настя, я вообще на самом деле в последнее время очень много пью. Ну, да, из такой жизни. У меня тоже бывает иногда такой настрой. Да? Ну, я не собьюсь, надеюсь. Я тоже так думаю. Пытаются забыться. Мне тоже может быть интересно с ним общаться. Сразу я почусь, от него какой-то такой, на какое образование у вас? Да у меня как такового нет такого официального. Электрику знают. О, это круто. Причем вы не хотите на випкам устроиться? Дядя Валера, электрик будет отжигать. Ты вообще к себе позови. Не пар. Ну, я бы это не знал до сегодняшнего вечера, по крайней мере. Ну, это временно, что он нужен. Как временно? Нет, почему? Ну, как бы сейчас уже не хочу этим заниматься, потому что я, ну, хочу приносить, как бы, какую-то обществу пользу. Деревья сажать. Деревья сажать. Хочу руками работать. Вот хочу чувствовать какую-то свою такую пользу. Я иногда езжу в ночлежку, деньги привожу. Ну, раньше, когда я из дома выезжала. Мне приятно помогать людям. Ну, всегда, когда у меня появлялась там лишняя денежка. И как уж эта девчонка, Анастасия, это... Ну, давайте, может, бизнес-план, вам составим. Вы вообще как? Хотите двигаться-то дальше? Мотиватор. Я просто почувствовала себя на вашем месте, что я-то хотя бы могу пойти, знаете, пойти продать себя, понимаете, какие-то деньги получить. Блин, ну, по чуваку здесь видно лицо спившееся трындецу. Тут прям мужик бухает до посинения. Ты не выходи, я же тут, где-то мы заработаем. Зачем? Ну, с моим телом-то. Ну, например, пойти в магазин на фабрику. Я поймала себя... А чего ж ты сам не работаешь продавцом, в магазин, охранником, грузчиком? Скажет, ну, это уже совсем другая история, да? Ну, конечно, советую давать легче, чем самому что-то делать. Такой странной мысли. Я ему говорю, ну, что ж ты так, а чего ж ты там, работать-то не пошел. А в какой-то момент я понимаю, а я почему тогда работать не пошла. Ты что там встала? Ну, мне некуда сесть. Идемте сюда, девушка. Да, пошли, пошли к нам, у нас есть место. Не, я просто не люблю сидеть с кем-то. Девушка, идите сюда. А вы сюда, а вы сюда садитесь, прям рядом с ней. Садитесь, садитесь, место есть. Можно я посередине саду? Я умирал, я умирал, я умирал. Хватит места, хватит. Нет, я там Такая мерзкая, вообще неприятная на мне. Я вот помню, в самом начале сказал, вот именно она, мерзкая, неприятная бабенка. Его тупо подтверждается, вот, это уже все, это, знаете, это физиогномист. Смотришь на человека и сразу понимаешь, кто человек, а кто токсичный человек, скажем так, без оскорбления. Я не знаю, почему она считается лучше других, она вот что-то вот сюда себе вбила, что вот все, я звезда. А в чем ты звезда? Просто на лицо ее только смотришь. Я не звезда. А сейчас вот, где живете в Москве? Сейчас вот в Москву приехал, поддерживаю связи с родителями, с родственниками. Он сам с Казахстана, Александр, не может получить типа гражданство, чтобы получить русское, ему нужно поехать типа отказаться от того гражданства. Короче, это очень сложно и очень геморройно. Все нормально? А почему это так? Ну, некомфортно, потому что сидеть с незнакомыми мужчинами за столом тут и вообще... Скажи прямо, не потому что незнакомые мужчины, ты же с мужиками нормально за бабки тусишь, а потому что бездомные, а ты у нас ни хера себе царица. Это мне не максимально некомфортно. Мне было до такой степени неприятно, как будто со мной за стол не хотят садиться. Просто у меня отец выглядит так же, он такой же. Ну, не всем это, ну... Дано, да? Вы, допустим, конечно, ну... Нет, у нас классные девчонки, вот, например, познакомься с Соней. Сергей. Да, вот она тоже сидит, болтая. Что такое? Чего такое? Чего-ничего-ничего-ничего-то нормально. Тебя расстрелкали, что случилось? Перестала. Ты этого мужика первый раз в жизни обещал, что он тебя может расстрелкать. Ужика она дерзкая и мерзкая. О, боже мой, господи. Такая токсичная. Он рассказывал историю свою, ну, как-то, типа, жалко стало. Ну, типа, нашлись люди, которые могут помочь. Ну, знаешь, как нам. Оказалось, что у всех нас есть чувство сострадания и сочувствие. Не у всех. Поехали ко мне и тяну чупечку топить. Не. Будешь четвертой женой покойной. Спасибо. Это будет такое путешествие. Давайте после проекта, хорошо. Он оказался веселее и позитивнее меня. Он меня развеселил. Он научил меня, что можно, ну, как-то быть попроще. Прочищу твою буржуйку. Мне достался самый позитивный и интеллектуальный дед. Ура! Он просто само солнышко. Но единственное, я расстроилась, что они действительно, у них нет денег. Остальное все. Классно. Мы с Андреем теперь все. Будущие коллеги. Мы с Андреем увидимся обязательно после проекта. Я стану электриком. И мне все равно, что вы сказали. А, ты электриком? Сто процентов я с ним еще, ну, как бы, увижусь. Надеюсь, не на веб-кабе. Буду проверять его, буду это. Может, ему даже работу найду. Будет у меня он горничный. Что, не дай бог, это как бы ссылки не протронулось. Я сегодня познакомилась с Сергеем, потому что у него очень крутое чувство юмора. Мы тут с ним над всеми вами поржали. Вы такие реплики давали смешные. Классно. У нас сегодня было свидание такое небольшое, мини. Мне вообще ничего не смутило. То есть мне было до такой степени комфортно, как будто я вот их знаю, и мы их каждое там воскресенье мы их встречаем, и типа мы уже подружились, и все было хорошо. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Господа гости. Это воскресный благотворительный ужин, и иногда они будут у нас проходить. Я очень рада, что вы сидите за одним большим столом все вместе. Спасибо вам огромное за то, что вы приняли людей, потому что наша обитель всегда открывает двери для тех, кто в этом нуждается. Нету. В большой беде, в катастрофах выживают только те, кто встает и начинает помогать другим. Болитва? Самое важное оставаться человеком. Не страшно остаться бездомным. Страшно остаться пустым. Я благодарен. девочки, а теперь вы можете пройти в свою спальню и отдохнуть, а я провожу наших гостей. Лиза, останешься со мной чуть-чуть? О, вот сейчас ты попала, подруга. У меня научила меня не превозносить себя выше других и держаться наравне со всеми. Независимость от этого социального уровня. Я очень сомневаюсь, что им было приятно рядом с ними сидеть, просто они боялись показаться такой, как я, А что с такого? вот такая реально на голову тронутая, то да, я это прямо говорю. А что с такого? Как ты себя чувствуешь? Мне неприятно. Во-первых, я очень брезгливый человек. Я боялась, что до меня дотронуться, что они как-то кашляют на меня, что ты еще пузичь, что я зараживаюсь чем-то. У тебя уже мозг заражен. У меня несложное сердце. Нет, наоборот, теплое. Но я не чувствую, например, сострадания, вот особенно к мужчинам. Не знаю почему. Я понимаю, что для тебя это было совсем новое, совсем непривычное. И я не осуждаю тебя. Бывают разные ситуации. Если бы они были с деньгами, было бы проще. Но я благодарна тебе хотя бы за то, что ты не вышла. Ты не ушла. Что ты села потом рядом. Я не горжусь тем, что я себя так веду, но я не буду чего-то делать против тебя. Это страхи и предрассудки. И с этим можно и нужно иметь дело. И это можно преодолевать. И это можно решать внутри самой себя. Да. Это, наверное, был первый раз, когда вот здесь, на проекте, меня кто-то услышал. Вот Ирина, она мне помогла. Доброй ночи тебе, мой хороший. Спасибо. Беги. Спасибо. Все. Доброй ночи. В обители начинается новый день. И девушек уже ждет новое задание. Девочки, там внизу мы сейчас нашли с Мишель письмо. Доктора носят медицинские халаты, военные формы хаки, балерийные пачки. Одевайтесь и выходите. У профессии есть костюмы. У нас тоже должны быть костюмы, как у профессионалов. Профессионалы! То есть сейчас голые тени. Ну, вообще, да, получается. Получается, да. Мы все стали одеваться, и я выбрала один из своих любимых рабочих костюмов. А, серьезно? Ух ты! Понеслась рабочая одежда, да? Нет, а зачем трусы потом стирать их? Я их поэтому не ношу. Это будет конкурс костюмов самое лучшее. А вдруг мы поедем, короче, в своем одеянии коров доить каких-либо? Либо мужиков доить. Я хочу, чтобы они сделали фотографию классную. У меня каких-нибудь потом извращенцев, типа. Девочки начали собраться. То есть они реально одеваются в артическое белье, да? Я осталась валяться из-под одеялка. Даже не вылезала. Мне плохо было. Что, заболела? Ну, я заболела. А. Мы куда-то поехали в неизвестном направлении. А, в стриптиз-клуб приехали какой-то. Давайте показывать алланты. Ну, да. Нас встречает мужик в костюме таком симпатичном. И стоят, так скажем, фукольные коробки с именами. А, это вы сейчас будете а-ля опотами. Это не просто коробки, а реквизит для эксперимента, который призван изменить отношение девочек к себе как к предмету торговли и продажи. Типа, где у тебя находятся пределы допустимого, да? Кто-то будет лапать, трогать. Здравствуйте, дорогие девушки. Раздевать, наверное, да? Сегодня вы примете участие в необычном мероприятии. Торговля будет. Лоты. И для этого вам надо занять свои места в волшебных коробках. Сто пудов. И тут я поняла, что мы сейчас как куклы будем продаваться. Я думаю, ну, приехали. Встали на какие-то в какие-то коробки. Этикетки только на нас не нацепили, как с ценником. А сейчас заходят мужики, да? Куклы Барби все в сборе. Девушки, сегодня вы не просто так в этих коробках. К вам приехали гости. Девять мужиков появилось. Один шоколадный. Один шоколадный. Другой лысый. Третий совсем старый. Хлюпик там очкастый. Куклы Барби. Купил я сладкий. Лысый, ты мой! По типажу, как мой парень. Грубая, мойся, такой, спортивного сложения. Деды, да? Владлен, это к тебе. Они все были похожи, типа, на клиентов. Приветствую вас, дорогие гости. Добро пожаловать на наш уникальный аукцион. Сегодня вы, мужчины, можете сделать свой выбор, выбрав любой лот и заплатить любую сумму, которую вы посчитаете нужной. стало противно. И ты стоишь в этой коробке в ожидании того, что вот сейчас начнется реально, типа, за кого заплатят много, за кого заплатят мало, да? Род номер один. Владлена, 26 лет. Любит папиков. С виду ангел, но внутри ее царит разврат. Ее интересуют только те, кому за 50. Любит, чтобы ее называли доченька. Эта девушка станет для вас малышкой. 4 тысячи евро. Это унизительно, что нам ставят цену какую-то. Хочу такую дочку. Это так мило. Это так мило. Кошка, куколка, кошечка, включилась именно эта сторона меня. Я почувствовала себя комфортно. Полезла-то нутро, побежала говно по трубам. Спортно. Возьми меня, мой смат. 5 тысяч долларов. 7 тысяч евро. 7 тысяч евро раз, 7 тысяч евро два, 7 тысяч евро Владлена три. О, боже. Мне даже понравилось. Меня купили за большие деньги, как обычно. Мне так платили. На немца похож. Меня плыли за 5 тысяч евро в душ. Просто. Ноги. Саша, 26 лет. Грудь своя, ноги ровные, длинные. Ноги ровные. Танцует стриптиз, гнется во все стороны. Это точно, точно моя работа. Меня все время вот так расписывают, из-за этого у меня ценник. 2 тысячи долларов. Пусть танцуют всю ночь для меня. Нет, за такую цену ноги болят. 20 тысяч долларов и новая машина. Ну, а по сути, что? Я привыкла просто к этому. Почему же 20 тысяч долларов и новая машина? Конечно, машину не уточнили, но все равно 20 тысяч долларов, это мой нормальный прайс. Короче, задача в том, что их якобы распродают, а дальше что будет? Насколько они все позволят, чтобы их трогали и что-то с ними делали? Мне противно, мне унизительно. Я же не вею, я начала плакать. Я ощутила себя просто мясом. Разблевать хотелось. В моей профессии я выбираю мужиков, а не они меня. Вы перепутали что-то. Я просто хотела харкнуть в е... Думу сочу просто эту... Итак, представляю плод Мишель. Даю 60 тысяч. Пупсик, нет, какие? Я не сплю за деньги. Что за неправильная информация? Я не верю, что Мишель не спит с мужиками за деньги. 600 тысяч и будешь моей женой. Ну, дядь, ну ты чего? Чего? Что ли? Итак, лот Мишель продан за 600 тысяч рублей мужчине под номером 10. Ужасно, мерзко, противно. Что я в магазине сижу? Нет, фу. Я могу сама решать, что я хочу. Сколько я стою, да? И что дальше? Тут какой-то момент заходит женщина. Я прошу остановить торги. Наш психологический эксперимент закончен. Спасибо вам, мужчины, за участие и вам тоже. Спасибо. Эх, бабок не увидим. Выходите из коробок. Выйдя с этой коробки, у меня как-то аж легко стало, что наконец-то я вышла вот с этой упаковки Барби на продажу. Здравствуйте, девушки. Меня зовут Анна Иотка. Я психолог. Я буду вашим наставником и сестрой. Я постараюсь стать для вас одним из самых близких людей для того, чтобы показать вам вас. Я приведу вас туда, где будет спокойно, хорошо и там, где будет любовь. Это маль. Очень приятная женщина. Какая ласковая, ласковая. Все, что происходило, было больно наблюдать. Это был эксперимент, в котором мы попытались вам сконцентрировать все то, в чем вы живете. Чтобы вы со стороны увидели, как это. Потому что, когда мы находимся в своей жизни, в этих условиях, мы иногда, к сожалению, к ним привыкаем. это жестко. Это днище. Не знаю, может быть, это странно, но я почему-то не испытываю никакого дискомфорта. Для меня это настолько привычно, как в обычном дне каком-то, что я вообще не чувствую ни дискомфорта, ни боли, ни стыда вообще ровно. Я живу в какой-то пространстве. Я вообще ничего не чувствую практически. Влад, Лена, что ты чувствуешь? У меня уже нет эмоций на это. Мне показалось или ты плакала? Я плакала, да. Почему? Потому что я, когда это закончилось, я поняла, насколько ужасно ничего не чувствовать от того, что произошло. Я просто не знаю, как можно по-другому. Для того, чтобы было по-другому, нужно много сил и много желаний. У тебя есть? Да. Я уже понимаю, что мне нечего терять и я готова бороться только за саму себя. Мне на данный момент реально противно той реальности, в которой я находилась. Что ты делала, чтобы это прекратить? А давайте не будем сейчас об этом. Почему? Почему? я не могу. Мне не нравится вот это вот выговариваться. Я сейчас здесь, чтобы тебе помочь. Я вспоминаю. Те эти квартиры, начальницы, сутенерша. Я поехала к, ну, получайте, девочке, сутенеру, с ней разговаривать о том, что я хочу уйти. Она меня побила. Разбили рожу и сказали, х**, отчухаешься, возвращайся, приходи назад. Я как бы не стала лезть на рожон, получается, и как бы она мне сказала, это мне должна определенную сумму. Я сказала, типа, я платить ничего не буду, и как бы я уехала. Но время это забыло и забылось, а тут я не знаю. Она, короче, ко мне приехала с подружкой, и, короче, опять же, она, короче, меня побила. И, ну, там в соседней комнате были дети спали, и как бы я не знала, что мне нужно было, что я могу сделать, чтобы она вообще свалилась с моего дома, и я порезалась ей вега. Да. Грустная история. Да больно рассказывать. То есть хотела Даша соскочить, а не дали. точку кипения. Я уже реально, на тот момент, я хотела сдохнуть, чтобы не мучиться. Она подошла и стала обнимать. Такая теплая-теплая женщина, такая светлая, хорошая. Готова ли ты жить иначе? Да. Готова. На данный момент я не продаюсь, я не продаюсь ни за сколько. Я бы никогда в жизни больше не согласилась. Вообще ни за какую сумму. Меня относило пятеро человек по очереди. На хате. Я тогда ребенок была. Вообще. Они мне таблетки какие-то предложили. и все, потом я вообще просыпаюсь в доме. и они меня пытаются завернуть на этот ковер, потому что у меня нет пульса. И это все слышала. Они думали, что меня от наркоты уже все просто отклюнули. Что ты слышала? Я слышала, что они говорили, что мы сейчас закопаем ее где-нибудь. ничего. Я слышала, я даже ничего не могла. Я так пальцем пошевелила, и он один увидел, короче. А потом, когда я уже пришла в себя, они меня взяли, пошли, помыли и в комнату положили. И приходили по очереди. Лучше бы они меня тогда поговорить не любили. Жестко. Я просто выпала просто. Это вообще самое ужасное, что я когда-либо слышала. Что ты сейчас чувствуешь, кто и Саш? Ее, ну, я ее ненавижу, потому что она просто нюня и собачка. Да, я сама в этой ситуации, когда считаю себя виноватой, мне легче. Без счастья, что не будешь на себя злить. Саша. Не будешь с нами с вами. Будешь с нами. Мне поддержка ее очень важна. А то с бабушкой в мою похоронила ее. Когда она разговаривала с Сашей, она все проживала вместе с ней. Нехорошая девчонка, но жизнь тоже помотала сильно ее. Когда я вас слушаю, таких красивых, таких молодых девчонок, мне очень трудно переживать и понимать, сколько вы всего вынесли. Переживили. Сколько вы терпите. Если эти усилия направить по отношению к себе, все было бы совсем иначе. мне очень жаль, что у вас такая тяжелая жизнь. Я считаю, что так не должно быть. Вы готовы попрощаться жизнями кукол? Да. Вы готовы выбрать себя? Да. Вы готовы разрушить эти коробки здесь и сейчас? Да. Держите битые, ломайте. у вас это сделать. Это было избавление от всех и от всего этого просто прошлого. Нафиг. Весь свой гнев и ненависть. Разрушайте. Маша, давай. Каждый день праздник на родной платице. Кто хотел все сразу потом не расплатиться. Типа трек проект, я так понимаю, да? Саундтрек. Когда я рвала коробку, я прям всю свою энергию тратила, что я просто прощаюсь со всеми вещами, которые со мной делали. Я просто в тот момент я чисто нечестно пыталась разорвать все, разорвать связь с прошлым. Прям легко стало, прям выдохнуло. Девочки, вы невероятные умницы. Мои аплодисменты и восхищение вам. Спасибо. Я без цены, у меня нет цены, я больше не продаюсь. Если я вернусь в эту коробку, я останусь там только навсегда. прежде чем стать полноценными членами сестринства и начать главный путь работы над собой, девушкам необходимо выбросить еще кое-что из прошлой жизни. Закатровый голос знакомый. Я вас очень рада всех видеть. Вы уже начали меняться внутренне и сегодня настало время измениться внешне. Я хочу, чтобы каждая из вас почувствовала тот свет, который есть у вас внутри и увидела свою настоящую красоту. Поэтому прямо сейчас я прошу вас снять все украшения и также пирсинг и сложить его в этот ларец. Понятно. Это кринж, реально. Я не буду снимать, у меня не снимается все. Давайте попробуем снять то, что снимается. Туннели тоже снимать не буду, у меня будут искаженные уши, я не буду этого делать. Если была просто висячая кожа, окей, у меня вся напередраная. Мы для вас приготовили прозрачные и неяркие туннели, если они потребуются. Для меня это реально шаг. Для меня это реально травмирование. Это тоже целый родный обувь, который я себе выстроила для защиты. Все украшения, да? Я тоже не буду. У меня браслет на удачу. Не буду его снимать. Да, удача? Угу. Не буду. Посмотри девочек. Абсолютно все сняли. Я не буду снимать. Мне кажется, кого вывянуть. Не могу прощаться с собой старой. Это самое легкое из всего, что было за неделю. Просто свои украшения положить в эту шкатулку. Ализа тупая курица. Она этого не хотела делать, потому что ей ничего не надо. До свидания. все. Для всех условий равны. Давайте мы тоже заберем свои девушки. Ты слышишь девушек? За полное неуважение это обесценивание вообще всего коллектива. Господи, браслет не может снять. не понимаю, в чем вы так обозлились из-за того, что я не хотела снимать. да, я не хочу снимать, мне недорогие. Что здесь такого? Мы тебе не верим. Я тоже. Ну, человек живет в прошлом тогда, когда нечасть в настоящем. Это все. Тебе не ряд это сжечь. Просто сними и положи. Потом дадут. Мне это кольцо подарил парень, которого я любила. И что? Многие не поняли, как для меня это было сложно, но для меня это было сложно. И я рада, что я смогла. Я также сейчас хочу вас попросить сдать все секс-гаджет, все секс-тоис, которые вы с тобой привезли. А, всякие сейчас имитаторы вынесут. А если мне по показанию врача нужно мастурбировать, потому что у меня повышен тестостерон. Если я не буду этого делать, у меня будет высыпание. ладно, я не буду умничать, боже, ты... Попоказание, Гормональное здоровье можно выровнять другими, иными способами. ну ладно, не с тобой с прыщами. Маша, вот Маша, вот Даша. Маша это актриса без Оскары. Боже, сейчас начну собирать свои, да? я как теперь не понимаю. Ну типа это ненормально. Я должна это была у себя тайком это хранить. Я взяла накобинила, что у меня это все есть. Я теперь не смогу рукодельничать. Это нужно каждый день. Два раза в день. Для чего нам копить эту сексуальную энергию? Для чего? Чтобы мы потом вышли потом всех на улице. Пофиг, я попробую повоздерживаться. Юля, скажи, пожалуйста, что ты принесла? Дилда, но это все рабочие, рабочие моменты. Мне было не по себе. Мне было просто неспокойно, что их не будет рядом. Это типа она мужиков имела, судя по всему. Там было типа как трусы с Дилдой. Такой ошейник. С кляпом. У меня с собой всегда мой секс-набор, а этот поводок, который прицепляется к чокеру, вообще лежит в моей дамской сумочке. Угу. Маша, скажи, что ты принесла? Я принесла просто вакуумный вибратор, который мне помогает справляться каждый день со стрессом. Я теперь буду злая каждый день. Так, орать не надо, не обязательно. Ну что, пока мы розовый моторчик. Только не целуй, не надо. Розовый моторчик. Я Маше говорила, что руками даже круче получается. А Кенни умеет. Я тебя научу, да? Спасибо вам, девочки. Имеем, не храним, потерявши, плачем. Мы хотим видеть вас естественными, поэтому попрошу вас сейчас смыть косметику, привести в натуральный опрятный вид ваши руки, в этом вам помогут специалисты. А, маникюр тоже снимаем? Я была готова. Короче, превращаемся в монашек. Мне это очень понравилась, эта идея. У меня ногти поразительно детские, мейкап суперлегкий. Для меня это было спокойно, то есть. Мне было намного труднее сдать вибратор. Я вообще не привыкла быть накрашенной. Это какой-то кринж. Я похожа на малолетку. А зубы еще не сняли. О, 16. Не понял. Сейчас мы все равны, у нас нет ни ресниц, ни маникюра, ни косметики. Все одинаковы. Как в настоящем сестринстве. Дальше мы уже, когда, ну не мы, девочки привели себя в порядок, это уже было в порядке. Рубают ногти. Поднялись в нашу опочивальню и увидели на кроватях форму. Монашек. О, девочки! Ой, че? Черно-белый. О, над монашки. Я буду доминой в этой форме. Не смешно. Это вообще мой стиль. Однозначно. Я как будто с собой платье привезла и под меня всех подшили. Монашка, ботинки. По мне это дико сексуально. Типа форму монашки, это же вообще мечта. У любого мужчины это монашка. Это прекрасно. Это тебе беленькие штучки. Тоже не просто черные. Беленькие штучки. Отмолить тебе грехи, моя малышка. Да. Отец, я была грешна. Мрррр. Бавили. Красиво. Люблю платье в пол. Не, не нравится. То, что у меня забрали вибратор. Мне это очень испорченное настроение, что не должна красить. Я считаю, что тут ограничивают мои права и свободы. Боже, трагедия без вибратора. Форма, наверное, хорошая. Форма похожа. Не знаю, как будто меня в гроб сейчас будут класть за какие-то грехи. Не знаю, но можно было бы покороче. А так прикольно, в принципе. Мне нравится, да. Мы все нарядные. С балакнотами в руках, как будто делаем вид, что умный. Зашли в зал. Было не красиво. Еще и зал такой. Все строго. Все сдержанно. Реально, как монашек выстроили? Так, как мы. А свечи зажигать будем? Мы соответствовали этому залу полностью. Собрались в брутнице. Добрый вечер, девушки. Так, я не понял, подруги, а что у вас 8? Если в начале проекта у вас было 10, ну ладно, мы убрали. Ну, непонятно, до конца или нет, но кого-то еще вроде бы не хватает. У вас же было 10 человек. Вы сегодня потрясающе выглядите. Ощущение было, что мы сейчас будем в хоре петь. Кого-то не хватает. Эта неделя была очень сложной для вас. А, анимешницы не хватает. Она болеет до сих пор. Даль, что? Настей сегодня с нами нет. Все, я же смотрю, чем-то не обманешь. Думаю, 10 человек было, стоит 8. Одну вспомнил, вторая тоже. Мы все желаем ей побыстрее поправиться, выздороветь и присоединиться к нам. Все, теперь понятно. К сожалению, обитель покинула Ева. И реально не вернется? Искрушение, соблазн, клиент и деньги стали для нее более важным, чем участие в изменении себя. Мы все очень надеемся, что даже те немногие дни, которые она провела с нами в обители, не пройдут для нее напрасно. Но это будет ее выбор. Да, вообще ни о чем это было для нее. Сначала такая прикольничонка показалась, потом, конечно, открылась. Прямо сразу открылась. Главное изменение должно произойти внутри каждой из вас. Поэтому с этого дня в обители будут строгие законы, которые помогут вам переоценить... Дадим им брошки, да? Ваше поведение и ваши ценности. Лотосы. Главное правило в обители... Что? Аскеза. Это что? Вы будете лишены роскоши и чрезмерных развлечений. Ага. Никаких излишеств в одежде и комфорте. Ведь только в Аскезе можно возродить свою духовность и очистить разум. Короче, реально в монашки идем. Я впервые в жизни в Аскезе. Я никогда не была в Аскезе. Сегодня все вы. А может быть, и не все. А все. Уже одну убрали. Пройдете процедуру посвящения таинства, сестринства. В монашки. Мы ее очень сильно ждали этого. Но на самом деле мы очень сильно напряглись, потому что они сказали, что, возможно, кто-то из нас не пройдет посвящение. Итак, сейчас мы пригласим каждую из вас совершить символическое подрезание волос. Постриг означает принятие правил обители и соглашение быть сестрой. Постриг еще не постригать, а постриг. Думаю, ну все это что-то стремное, раз так звучит. Каждая участница получит свой кулон в виде лотоса. Это будет вашим талисманом женской чистоты. Я чисто как лотос. Я точно знала, что лотос мой. Я не могу сказать, что я его заслужила. Я просто его достойна. Саша, к сожалению, мы должны отметить, что вы хаотичны и очень этому поддаетесь. вам нужно научиться слышать свой внутренний голос и найти опору внутри себя. Саша, мы приглашаем вас на постриг. Такой святой выпуск вообще прям. От блудницы в монашке. Я достойно себя почувствовала. Да, реально, щекас. Достойной новой жизни. Тим, мать Александра. Жалко, что тут Терезы нет. Была бы мать Тереза. К сожалению, мы заметили, что вы редко проявляете инициативу и эмоциональную вовлеченность в процесс. Мне кажется, вы могли бы больше. Мне реально стало немножко страшно, что вдруг меня выгонят. То, что вы привезли с собой фотографию своих дочерей, нас очень сильно тронуло. Это говорит о том, что вы здесь ради них. И вы готовы сделать все, чтобы у ваших детей было действительно достойное будущее. Подходите к нам на постриг. Я выдохнула, типа, слава богу, что вот так. Это, знаешь, как новый шаг, новый этап в моей жизни. И это реально. Это реально классно. Маша. Это будет теперь Дева Мария. Я приглашаю вас на постриг. Я старалась в этот момент простить себя за все свои ошибки, за все плохое, что со мной было. Пыталась как-то очиститься. не страшно было дико. А что зубы не сняли? Некрасива была бы дырка. Снимайся. Но, слава богу, не убили. Юля. Это для меня о чем-то новом в первую очередь. То, что я еще не ощущала, не трогала, не чувствовала. Алла. Я не подведу ни сестер, ни себя и докажу всем, что меня посвятили не зря. И не зря я ношу его на спири шею. Я должна вам напомнить, что, возможно, кто-то из вас может уехать домой, так и не став с сестрой в обители. Влад Лена. Ну, тут я вообще, извините, стал очень страшно. Таня, может, зимусь, потому что еще одна ушла, тем более. Я хочу показать то, что я сильная. Хотя, может, ты велелся, а может, и нет. Я не хочу кого-то обманывать больше. Я хочу выйти на другой уровень жизни. Мы даем вам шанс. Да, конечно. И приглашаем вас на постриг. Я такая... Я выдохнула. Это мне дало надежду, что я все-таки кому-то небезразлична. Итак, у нас осталась только Лиза. Ну, я бы Лизу выгнал, но не сейчас. К моему очень большому сожалению... Или сейчас выгоним. Буквально с первого дня пребывания в обители. Вы ушли в протест. Ой, есть шансы на вылет? Ну, я не могу так жить. Я не буду снимать. А потом, может быть, запустим новых девчонок. Лиз, садись. Ты что, там есть место? Ну, да я не хочу. Они же реально могут сделать так. То есть, понимают, что с ней, как бы, каши не сваришь. Ей все не нравится. Она протестует. То есть, что мы можем сделать? Просто-напросто ее выкинуть. И у нас уйдет два участника. И по факту, потом, какого-то из выпусков два участника новых можно закинуть. Я постою. Было бы хорошее решение. Но мне тяжело в этой депривации. Я уже в первый день, когда сюда зашла, я сразу поняла, что я не смогу. И на самом деле, мне кажется, что долго я тут не поддержусь. Ну, так все, выгоняйте ее. Я вижу, как тебе сложно. Ай, как тебе страшно, как тебе больно. Я также заметила в тебе огромную силу. Короче, и оставляют пока, да? Спасибо. Лиза, на следующей неделе мы очень хотим увидеть твой пенессал. И поэтому я приглашаю тебя на постриг. Возможно, у меня действительно есть шанс поменяться. И для меня это очень важно, что наши преподаватели-сестры это увидели. Я буду ценить этот шанс и попробую его использовать. Попробую. Девушки, я вас поздравляю теперь мы одно целое. и действо, и сестры. Это мы монашки. Это реально классно. Это такие теплые какие-то, такие чувства, то, что, ну, как бы, ты находишься уже, типа, в сестренстве, в какой-то своей маленькой общине. Сейчас мы просим вас зачитать то самое важное, что вы записали в свою новую книгу жизни. Мы получили дневники, в которых мы должны записывать, ну, всякие свои мысли, переживания или что-то еще. Нам дали задание написать клятву и обещания себе. Пусть ваши же слова станут для вас вашей клятвой. В этот момент чувствовала перезиму ответственность, потому что я понимала, что я в первую очередь даю клятву самой себе. Я обещаю себе любить себя, найти себя, не возвращаться в старую профессию. Я обещаю себе не считать себя ничтожеством. Я обещаю простить себя за все свои поступки в прошлом. Я хочу пообещать себе быть сильной и держаться даже тогда, когда это очень трудно. Я справлюсь со своими внутренними комплексами, страхами. Я поборю себя. Я хочу, чтобы ценность моей жизни измерялась в деньгами о человеческом отношениям. Да. Я устала зарабатывать так. Не хочется творить, не хочется то, чего-то творческого. Я обещаю быть творческой. Я клянусь, что я приложу все усилия, чтобы стать порядочной девушкой, любящей матерью и женой. Но я обещаю себе, что я все это исполню. Девушки, я вас всех поздравляю с вступлением в сестринство, с тем, что вы дали сами себе эту клятву и это обещание. Я верю вас. Спасибо вам огромное. И доброго вам пути. Первая неделя была и со взлетами, и с падениями, со слезами, и со соплями, и с радостями, с трудностями. Но я понимаю, что это все не зря. Реально. Я сделала первый шанс для того, чтобы измениться. Я буду стараться, потому что я ценю тот шанс, который мне дают. Ну вот и все, ребят. Вот как-то так. Ну очень, да, похоже на пацанки, то есть, ну понятно, называется что-то создатели пацанок, но формат другой, но по-своему очень даже тоже интересный. То есть, другие изменения, наверное, другие будут испытания, и кто станет главной монашкой этого сезона. Ребят, с радостью прочитаю ваши комментарии, как вам, как вообще вам шоу, что скажете. Интересно будет выслушать ваше мнение. А если вам шоу понравилось, то дайте об этом знать комментарием и лайком под видео. И что? Правильно? Увидимся уже, скорее всего, если у вас будет такая реакция, в следующем выпуске. С вами был Андрей Чент. Всем пока.